183 это количество людей которые отравились арбузами и это только в киеве отравление этими ягодами достаточно серьезный прямо в госпитализации ну там действительно серьезно а все потому что арбуз надо уметь выбирать считается что арбуз с более плоской простите попкой ты знаешь кстати где вот у него попка где макушка я вот не знаю например такое считается что арбуз более плоской сочнее и слаще дякую за всю пораду аллита забыл что в кавунивщем может быть и нитраты от як зъести ягодку чтоб не заработать гостям и завишитесь живым вы готовы покушать арбузик и остаться инвалидом вот это вот фраза врача что вы вовремя вы могли потерять почку очень скоро сколько нитратов напичкана в полосатых ягодах базара и почему ваша интимная жизнь может оказаться под угрозой из-за арбуза может провоцировать явление цистита у ретрита а еще эксклюзивный мастер-класс о том как покупать всегда только красный сладкий и не опасный арбуз прямо с поля есть рана и режет это люди не обращают это рано внимание борис благодарит бога и столичных медиков за то что сегодня у него сохранился весь набор внутренних органов угроза оказаться в операционной и остаться без почки нависла перед парнем уже через несколько часов после того как он пообедал арбузом перла отовсюду то есть тошнота рвота диарея там все что бывает при пищевых отравлениях через час таких мук борис уже просто не мог стоять на ногах приехал друг забросил меня в машину и отвез в клинику в борис они говорят о вы вовремя у вас обезвоживание такое что еще пару часов вы могли потерять почку если бы тогда борису поставили капельницу хотя бы на час позже неизвестно смог бы ли он сегодня прийти ко мне на интервью в больнице мне рассказали что таких пациентов как борис оказывается сотни острая почечная недостаточность на интоксикацию на яд это нормально сонливость есть ноги ватные ни на кого смотреть не хочется раздражает все это все могут не обязательно нитраты это могут быть интоксикации нитраты это соли например азотной кислоты попадая в организм человека в больших объемах эти ссори начинают повреждать здоровой клетки и вызывают их мутацию в результате этого может развиться даже рак нарушается работа печени почек ухудшается работа сердца потому что нитраты они блокируют не только работу пищеварительной системы обладают общие давитыми действиями они блокируют перенос кислорода и человек гипертоник у него может после арбуза может подскочить давление или появится боли в сердце или усилиться боли сердца да так все ли арбузы нитратные как же выбрать тот который вас не отравит и не оставит без почки я решила провести эксперимент для этого иду на рынок для чистоты эксперимента еще один арбуз беру в супермаркете и третий участника а теперь со всем этим зеленым грузом еду на экспертизу интересно сколько нитратов прячется внутри каждой из этих ягод это собственно и есть нитратомер да мы можем замерить общее количество а сколько должно быть должно быть не более 60 не пропустите результаты анализов арбуза которые возможно не успели купить вы уже очень скоро но фитотерапевт и диетолог с 15-летним стажем утверждает что какими бы ни оказались результаты эти нитраты не единственная опасность которая затаилась внутри этих полосатиков я бы советовал начинать сезон арбузов после похода на узи потому что когда человек использует достаточно много сочной этой ягоды хорошая мочегонная нагрузка не дай бог песочек или камни в почках вот они начнут движение и возможен вариант развития гидронефрозы почки более того неудачно съеденный ломтик арбуза и здравствуйте уролог женщины могут обижаться на мужчины наоборот потом просто и причине песочек выделяясь естественным путем может провоцировать явление цистита уротрита цистита это же инфекция вот вот многие девушки летом подсаживаются на модную арбузную диету этот способ исключает из рациона все кроме воды и зеленого чая взамен где-то обещает за трое суток вы похудеете на 5 килограммов однако для организма это может быть очень опасно арбуз содержит достаточное количество влаги арбуз содержит достаточное количество клетчатки но арбуз содержит большое количество сахара и веществ которые не усваиваются поэтому ну вы знаете если много арбуза съесть кажется вот наелся пузо вздутая но ты себя сытым не чувствуешь поэтому нужно продукт использовать арбуз скажем как лакомство если простите не обжираться но на протяжении сезона по чуть-чуть кушать арбуз можно восполнить в организме дефицит магния кальция фосфора и особенно витаминов группы b кроме того арбуз очень эффективно понижает уровень холестерина в организме помните в начале сюжета я привезла на проверку три арбуза которые купила в разных точках обнаружит ли прибор в них нитраты показывает она в течение трех секунд превышение максимально 186 уже красный уже есть нельзя этот арбуз это как вы помните арбуз которая купила вдоль дороги вторым проверяем арбуз базарной точки норма 60 превышение в три раза это принципе стандартно идет по городу сейчас меньше не найдете наконец арбуз из супермаркета и тут здесь вот видите сразу видно что этот арбуз лучше у него превышение через кожуру идет 95 к сожалению и он не соответствует нормам по количеству нитратов то есть все таки как показывает практика арбузы которые продаются в магазинах они проходят хоть какой-то контроль конечно хорошо бы пользоваться таким прибором перед каждым употреблением ягод но его цена в среднем две-три тысячи гривен поэтому сейчас я вас научу как находить эти самые нитраты как говорится голыми руками давайте как бы убедимся внутри что то есть происходит сейчас нож кстати вы его помыли вы знаете что на поверхности арбуза может поместиться разные вещи и во времена царской россии это был чемпион по распространению холер можно заразиться и дизентерией и даже лептоспирозом лучше было бы помыть смыло если честно конечно мыло это детерген просто смотрите вот тут вроде как он лежал тут вроде как чистая поверхность а если мы вернем тем местом которым он лежал на земле посмотрите вот грязь под грязь ну кубический сантиметр грунта это миллиард бактерий вот в этой капочке было ну миллионов 500 это все облизывается это все в рот именно по этой причине врачи в один голос просят не покупать на рынке уже разрезанные арбузы неопрятная продавщица своим немытым ножом легко заносит микробы с кожуры прямо в мякоть арбуза половинку арбуза в жизни бы не взял так что не хотите кишечной палочки обязательно покупайте только целый арбуз и тщательно мойте его под проточной водой прежде чем резать ну давайте проверим если в нем химия ну если вы слышите вот звук не трещит не трещит а должен такой большой должен был бы потрещать то что этот гигантский арбуз не трещит первый признак того что его перекормили удобрениями именно благодаря этому он быстро вырос но поспеть на солнце так и не успел второй способ убедиться есть ли нитраты вашем арбузе набрать стакан воды и выдавить туда арбузный сок достаточно интенсивный розовый цвет все таки внизу есть по зрению может быть что тут все таки какие-то нитраты в нем присутствуют конечно не очень наверное приятно принеся домой арбуз зарезать его и убедиться что он извините нитратный поэтому я выясню как же выбрать не нитратный обязательно сладкий красный и сочный арбуз не разрезая его для этого мне пришлось оказаться в чистом поле в херсонской области в 20 километрах от скадовска на бахче месте где рождаются арбузы лавочки страшно самое еще страшное помимо того что болтаюсь на этом прицепе дышать практически нечем очень много пыли песка как ребята выдерживают это вам надо сегодня целую фуру загрузить 2 все эти арбузы уже сегодня отправятся по всем городам украины и окажутся на наших прилавках ребята помогите мне слезть пожалуйста артемчик вы какие попадутся арбузы забрасываете или как выбираете 4 килограмма уже вам не жалко за то чтобы в этой машине оказались только спелые и вкусные арбузы отвечает агабала мы например 7 сначала 5 гектар 5 через неделю чтоб я так сеем чтобы одновременно все не дошло а кстати чтобы они не переспевали если арбуз на гектаре в назначенный срок не поспел его никто не сорвет оставляем все на поле мы люди это не отправили то есть вот это вот уже его никуда не попадет ну там мы уже это не отправляем это остается на земле а вот этот роз роз извините так вот и никому и не пригодится маленький жалко арбузы с этого участка будут грузить уже через неделю она же играет там внутри вот как у нас такой арбуз наверное здесь никто не выращивает да но еще еще секрет потому что это профессор зовут его бабек он родом из азербайджана но уже 35 лет живет в украине и арбузами занимается всю жизнь шутит говорит что родился даже под будяком в поле среди арбузов некоторые люди мне говорят арбузы у меня такой такой я говорю ты свой арбузом разговариваю как а свой арбузом я говорю когда еще то не хватает тогда арбуз сам говорит когда любишь ты свою работу тогда его чувствуешь когда чувствуешь и тогда с ними обращаешься как ребенок поэтому бабек свои арбузы как своих детей химии не пичкает говорит все его удобрения это куриный помет именно из-за этого на их бахче нету ранних арбузов каждый из них спеет за 90 дней это норма поэтому если вы нашли в июне на рынке херсонский арбузик знаете это не он это фейк бывает крупный арбуз килограмм 8 зеленый а бывает и 4 килограмма так как вот не выпить зеленый внимательно слушайте и запоминайте советы профессионала для начала обратите внимание на цвет кожуры чем ярче светлые полоски тем дольше арбуз лежал под солнышком значит он спелый во вторых ищите два желтых пятна на арбузе одно на котором он лежал на земле а второе от солнца из этих двух арбузов этот видите более зеленый более темный а этот такой как поцелованный солнышком фермер рекомендует взять вот этот потому что благодаря этим прямым лучам в нем точно уже испарились все остатки удобрений которые хочешь не хочешь приходится применять он точно будет сладким и спелым даже смотрите по звуку они тоже отличаются вот этот такой как вроде знаете более не объемный звук а здесь барабан пружинит в ответ мне третий признак хорошего арбуза форма видит и какой форма она ну улыбается на человека а когда она немножко карьера вот там туда-сюда арбуза говорят профессионалы надо выбирать по улыбке да 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 нет ну вот видите любой человек может определять это это успел арбуз хороший потому что видите какой она форма дал себе яичечко такое агабала говорит что если арбуз кривой и с вмятинами это значит что его сорвали зеленым и доходил он уже в машине или в каком-нибудь гараже а значит вкусным и сладким такой арбуз точно не будет так что запомнили выбираем как яичко четвертое правило хорошего арбуза абсолютно гладкая поверхность без таких вот щербиночек ямочек и пятен это как говорит бобек раны арбуза вот дырочка да вот где высасывает воздух и она начинается вот это сто процентов человека отдает отравление вот таким вот из янчика маленького давайте выберем самый вкусный самый полезный и самый красивый арбуз я его попробую хорошо давай вот даже и сама вот не искали нет не надо сказать даже вот вот солнышко его поцеловала помимо вот этой вот местечко на котором он лежал на земле правильно и что еще но и вот нету ни одной щербиночки он гладенький весь такой кругленький ну стучит правда не очень ну давайте проверять боже мой класс посмотрел боже а у нас соснулись ножом и он прямо потому что селитры нет однородный по цвету без прожилок с только черными косточками и узким зеленым краем вот попробуйте пожалуйста это мне ням ням а где эта красавица вот каждому сахар просто сладкий сочный сахар режиссеру передаем вот это талисман у меня огромный пошли практически где 45 гектара где-то 35 гектара у меня талисман не могу вам передать очень-очень вкусный фермеры рекомендуют съедать арбуз сразу ну или хранить разрезанным холодильнике максимум сутки тогда точно не отравитесь приехала на это поле на эту жару этот песок не зря